Трудности южнокорейских компаний, экспортирующих продукцию в Россию и Украину, растут. Данное мнение было озвучено 6 марта в информационной программе телерадиокомпании KBS. Сообщается, что такие компании испытывают трудности в получении денег за экспорт и обеспечение экспорта несанкционных товаров в Россию и Украину. В этой связи правительство Республики Корея оказывает финансовую поддержку пострадавшим. Одна из компаний, которая пожелала сохранить анонимность, испытывает трудности с получением 300 миллионов вон или 244 тысяч долларов за экспорт. Причина в том, что Россия отключена от системы межбанковских платежей SWIFT. Компания сообщает, что ее партнеры в России и Украине ищут способ отправить деньги в китайских юанях или японских иенах. Другой компании, экспортирующей портативное газовое оборудование в Украину морским путем, пришлось отправить товар в Турцию, а не в Украину, поскольку украинский порт заблокирован. Доставка товаров из Турции сухопутным путем тоже невозможна из-за перекрытия дорог. Еще одна компания сообщает, что отправленный ею груз вернулся из-за перекрытия границы. Эксперты прогнозируют, что трудности с логистикой усугубятся, поскольку крупные мировые судоходные компании прекращают перевозки в Россию. Котра и Корейская ассоциация международной торговли получили более четырех запросов о помощи. Продолжение следует...